Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами приступаем к очередному видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 2 февраля, киевское время, 19 часов. Ну что ж, к сожалению, опять происходит. Но это война. Происходят трагические события. Гибнут люди, российские оккупанты. Или нет, тут слово оккупант, наверное, мягко сказано. Российские фашисты продолжают воевать с многоэтажками. В Краматорске ракета попала, предположительно, ракета «Искандер» попала в жилой дом. На данный момент 3 человека погибшие, 20 человек раненых. Разбор завалов жилого дома продолжается. Я хочу обратить внимание, здесь дело в том, что ракета «Искандер» относится к высокоточному оружию. Она не может промахнуться. У нее коэффициент кругового отклонения буквально метры. И поэтому на максимальную дальность 10 метров может быть. Но поэтому попадание в жилой дом говорит о том, что точка прицеливания была именно там. В этом вся Российская Федерация. Вот в этом ракетном ударе, точно так же, как это было в Днепре, точно так же, как это было в Кривом Роге, точно так же, как это было в других городах Украины. К сожалению, это так. Но все равно мы выстоим, не дождетесь. Все равно мы выстоим и мы победим в этой войне, как бы вы, как бы российские фашисты не старались. Ну а теперь об оперативной обстановке за прошедшие сутки. За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, 4 из которых по гражданской инфраструктуре, населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области. А также 4 авиационных удара. Совершил 73 огневых налета из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов погибли мирные люди. Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины. Ну я еще напомню, что мы ожидаем сегодня, завтра, особенно завтра, ожидаем возможной активности российских ракетных войск и авиации в плане нанесения ракетных ударов по территории Украины. Враг активно ведет разведку в отдельных направлениях, готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За прошедшие сутки наши войны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовская, Площанка, Невская, Краснопоповка, Деброво, Белогоровка Луганской области и спорная Белогоровка, Васюковка, Красная гора, Бахмут, Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Купинском и Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов вдоль линии фронта. Идут позиционные бои, обмен огневыми ударами. Линия фронта за прошедшие сутки остается неизменной. Ситуация на этом направлении более-менее стабильная. На Бахмутском направлении продолжается давление на Красную гору. Не утихают там атаки российских войск оккупационных. Как и на частный сектор города Бахмут. Тоже там атаки продолжаются и противник пытается занять, точнее вытеснить нас из этого частного сектора и продвинуться вглубь населенного пункта Бахмута. Есть незначительное продвижение врага, но там уже продвижение измеряется уже домами. Я уже вам об этом говорил. А в остальном ситуация очень... Это самый тяжелый участок фронта на сегодняшний день. Со всех тысячи километров фронта от Харькова до Херсона Бахмут самый тяжелый участок фронта. Там идут самые ожесточенные бои. На Авдеевском, на Павловском направлении без изменений враг еще раз обстрелял Водяна и продолжает давление на Угледар. Ситуация в Авдеевке, Маренке и Угледаре сложная, но контролируемая. Дальнейших продвижений нигде на этом участке фронта нигде не выявлено. На Запорожском направлении обстреляно более 20 населенных пунктов Запорожской области. На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы вдоль всего правого берега реки Днепр. Противник продолжает насаждать российское гражданство гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донецкой области. В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту. Что при отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации невозможно. То есть, хочешь ездить на машине, оформляй права российского образца. А права можно оформить только при наличии российского паспорта. То есть, любыми способами Россия пытается навязать свое гражданство людям, проживающим на оккупированных территориях. Работникам транспортных предприятий оккупанты предъявили ультиматум и определили срок до 1 мая 2023 года. Те, кто не выполнит требования, то есть по обмене водительских прав, а соответственно и получению российского паспорта, тех будут увольнять. Ультиматум действует до 1 мая. Посмотрим, смогут ли продержаться оккупанты там до 1 мая. Всю ситуацию может кардинально измениться. В одном из подразделений оккупантам, действующим в Луганской области, по состоянию на 9 января 2023 года, завершились трехмесячные контракты. Кто подписывал короткий контракт, они завершились 9 января. Поэтому около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение. К тому же они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации. То есть теперь они на правах мобилизованных, но их еще не мобилизовали, то есть у них контракт закончился, деньги они уже получают не как контрактники, их вообще не платят, пока они зависли между статусами. То есть один статус закончился, а во второй статус их не перевели. И домой, естественно, их никто не отпускает. Подразделения, это что касается ситуации. Далее, подразделения ракетных войск и артиллерии силы обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления 1, три района сосредоточения живой силы противника и состав горюче-смазочных материалов, до которого достала наша артиллерия. В Черном море на данный момент, на утро сегодняшнего дня, на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, среди которых один носитель ракет «Калибр». Общий залп этого носителя может составить до 8 ракет. Ну, кстати, уменьшилось было 3, сейчас опять уменьшилось 1. И посмотрим, как будет происходить дальше ситуация, связанная в том числе и с внутриполитической обстановкой или событиями, которые происходят в Украине. Они происходят очень активно и довольно значимые, как для нас, как для государства Украины. Вот такие военные новости, вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Херсона до Харькова. Теперь немного поговорим о военно-политических новостях и обстановке в Украине и вокруг нас. Ну, начать хочется, наверное, все же ждали очередной пакет военно-технической помощи от Соединенных Штатов. Отсрочили его оглашение, планируется на пятницу, завтра планирует, вроде как, Белый дом должен объявить. Ну, я так понимаю, главная новость, которую ждут увидеть в этом пакете, это наличие там планирующих бомб, точнее, не планирующих бомб, а реактивных снарядов для систем типа Хаймарс, которые сделаны на основе бомб авиационных, с дальностью стрельбы до 150 километров. Это существенно бы изменило характер огневого поражения противника и нарушение его системы логистики для всего фронта. Тем более, что ситуация начинает нагреваться в том плане, что звучат новые угрозы, новые заявления, особенно со стороны врага, со стороны агрессора, а именно от ее политического лидера. Но все равно мы начнем, наверное, с новости, которая прозвучала из Грузии. Очень неожиданно, ну, как для меня, потому что Грузия занимает сугубо пророссийскую позицию. Я сейчас это приведу пример. Но, например, сейчас ситуация в Грузии примерно такая. Сокартвелла отказалась отправлять оружие в Украину из-за опасений стать якобы стороной конфликта. Грузия отказала нам в помощи. Хотя мы в 2008 году поставили противовоздушные системы обороны. Буки наши. Наши буки сбивали в 2008-м российские самолеты на Цхинвале. Премьер-министр Грузии обвинил оппозицию в отправке грузинских добровольцев в Украину и заявил, что если бы его оппоненты пришли к власти, устроили бы здесь полигон. То есть, понимаете, да, те легионеры, те граждане Грузии, которые воюют плечом к плечу с нашими военнослужащими, они изгои. Они теперь примерно на уровне врагов. Правительство Грузии летом отказало президенту в визите в Украину. То есть, Зуробишвили, это президент Грузии на сегодняшний день. Она хотела приехать в Украину, но ей было отказано. А весной пыталась обвинить в превышении служебных полномочий. Было такое. Грузия настаивает на возобновлении авиасообщения с Москвой и также импортирует на 73% больше российских товаров. Учитывая вышесказанное, со стороны президента Грузии заявление, конечно, очень прозвучало, политическое заявление, довольно смелое. Хотя и положение президента Грузии, я так понимаю, очень шаткое. Правительство во главе с премьер-министром не особо ее жалует. Учитывая вышесказанное, с очень большой вероятностью, нынешнее правительство с его пророссийской риторикой в который раз обвинит президента в некомпетентности и преувеличении полномочий. А в чем состоит заявление? Заявление состоит в том, что при подписании, она сказала, что при подписании мирного договора или договора о капитуляции Российской Федерации необходимо будет обязательно прописать пункт, что Россия должна вывести свои войска с территории Грузии. Я ее как гражданина очень даже понимаю. И я понимаю, что есть часть общества, которая настроена на то, что Грузия должна восстановить свою территориальную целостность и суверенитет. Особенно от Российской Федерации. Обрести свою независимость, выбрать собственный курс развития. С одной стороны. С другой стороны, я вижу, что мы несем основную тяжесть этой войны. Да, нам помогают отдельные граждане Грузии, которые воюют в составе грузинского легиона. И это очень приятно. Но все равно основную тяжесть войны несем мы. И не свалится. Надо понимать, что никто на блюдечке с голубой каемочкой, как говорил Остап Бендер, не принесет вам свободу и независимость. Это все добывается в борьбе. Это все добывается в бою. Это все добывается через кровь, потери и другие трудности и невзгоды войны. Понимаете? Или борьбы. Я, ладно, войну не будем трогать, но борьбы. Я не вижу пока этой борьбы. Отдельные, да. Вот она как политик, как президент, она делает такие заявления. Честь и хвала за это. Грузинские легионеры воюют в составе силы обороны Украины. Честь и хвала за это. И они потом, ну они видите, они даже не смогут вернуться в свою страну. И в своей стране их правительство считает предательными. И я больше чем уверен, что репрессии будут против них. А в своей общей массе, как говорил классик, каждый народ достоин того правительства, которое он имеет. То есть голосуют же все равно. Но, когда общество было не согласно с результатами выборов, вы вышли на площадь и вы провели революционные преобразования. Вы поменяли власть. А сегодня никто менять власть не собирается. Нравятся российские беженцы, которые везут деньги, вкладывают в экономику. Грузии тратят их там, проживают, их приветствуют. Их встречают, их угощают. Так что вот такая вот ситуация, которая навеивает двойственное чувство. С одной стороны чувство гражданского долга и уважения за гражданскую и политическую позицию. А с другой стороны за свободу надо бороться. Просто так ничего не достается. Следующая новость. Борис Джонсон, который сейчас находится в Вашингтоне и проводит переговоры с высокопоставленными политиками по усилению поддержки Украины, призвал предоставить вооруженным силам Украины все необходимое вооружение, в котором мы нуждаемся. Но этот тренд продолжается. Что оружие надо давать столько, сколько надо. Все заявляли, но я так понимаю, что Борис Джонсон поехал. Он теперь лицо неофициальное. Он может представлять только ту партию, которая состоит. Это консервативная партия Великобритании. Либо от имени как партийное, либо как частное лицо проводить переговоры. Но это тоже влияет. В американском истеблишменте это тоже влияет на общее мнение и на позицию Белого дома по предоставлению нам вооружения. Соединенные Штаты применяют вторичные санкции и контролируют выполнение своих санкций. Кстати, по Соединенным Штатам очень четко видно, что они пытаются добиться выполнения тех санкций, которые они ввели. А именно, мы говорили о том, что есть компании, которые все-таки обходят санкции и помогают российскому военно-промышленному комплексу создавать образцы вооружения для российской армии, которая потом появляется на поле боя. Так вот, Соединенные Штаты ввели новые санкции против 22 компаний, сотрудничающих с террористическим государством Россия. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов ввело новые санкции против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, связанных с сетью уклонения от санкций, которые помогали поддерживать военно-промышленный комплекс России. То есть, это говорит о том, что США ведут последовательную и целенаправленную работу по поддержанию статуса санкций и их выполнению всеми странами или всеми заинтересованными сторонами. Если их вводят, значит их надо выполнять. Следующий, Украина с Францией подписали меморандум о поставках в Украину радаров MG-200 для нашей системы ПВО. Я так понимаю, это все делается в рамках программы помощи Украине по созданию глубоко эшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Вот мы получаем эти радары. Что за радары? Радары дальнего радиуса действия до 200 км по дальности, 250 даже по дальности, могут обнаруживать цели различного характера, воздушные цели по высоте до 24 км, могут обнаруживать цели в том числе и баллистические ракеты. Управлять эти радары могут быть в единой системе ПВО страны и могут управлять боевыми действиями в зоне своей ответственности. Зона ответственности, если управление боем, она составляет 100 км. То есть в радиусе 100 км они могут управлять системами ПВО и ПРО эти радары. А для обнаружения целей радиус действия радара расширяется до 250 км. Вот такие радары будут нам поставлены на основании меморандума, который подписан сегодня в Париже в рамках встречи министров обороны Франции и Украины. Ну и приближается дата, дата визита Энтони Блинкена, головы гвоздепа Соединенных Штатов в Китай. Помните, да, на саммите G20 между Джо Байденом, президентом США и руководителем Китая, представителем партии Китая Си Цзепин, была достигнута договоренность, что разработать рабочий план восстановления отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Вот, я так понимаю, Государственный департамент США поработал над этим планом, план готов, раз его уже везут, значит он утвержден белым домом, согласован. И, как и анонсировалось, 5-6 февраля, то есть буквально на днях, Энтони Блинкен едет в Китай предоставлять этот план и будет его там обсуждать. Этот план будет обсуждаться в рамках подготовки встречи Джо Байдена и китайского лидера Си Цзепин. И от этого, вы же понимаете, да, что очень много войны России против Украины будет в повестке дня во время визита государственного секретаря в Китай. Это не последний вопрос, который будет обсуждаться. И этот вопрос будет очень влиять на вопрос восстановления отношений между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Ну и будем надеяться, что пройдет эта встреча успешно. И в ближайшее время мы услышим с вами дату, возможную дату встречи лидеров двух стран. Посмотрим, как это повлияет на ход войны России против нас, против Украины. Ну и вообще, какие результаты принесет этот визит. Очень судьбоносный визит и очень многообещающий. Раз США подготовила план и Китай готов ее рассмотреть, значит, должны достигнуть каких-то договоренностей. Киев, Украина. Ну, сегодня, как я и говорил, сегодня прибыла в Киев Урсула фон дер Лайн и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Они прибыли в Киев и они примут сегодня консультации на уровне правительств, делегации Европейского Союза и правительства Украины. Завтра состоится форум, саммит Украина-ЕС. И который, он будет проходить в Киеве. Почему я говорил в начале этого видео, что угроза ракетных обстрелов на завтра резко возрастает. Помните, да, чем ознаменовался визит генерального секретаря ООН в Киев тоже. Ну и тут же саммит судьбоносный. Фактически на этом саммите решается вопрос согласования планов вступления Украины в Европейский Союз. И наш президент Владимир Зеленский уже на совместном брифинге заявил, что сегодня пишется новая история и расширяется и укрепляется Европейский Союз прямо на глазах у всего мирового сообщества. То есть там решаются конкретные вопросы по интеграции Украины в Европейский Союз. Что еще раз, точнее, что еще больше отдаляет нас от Российской Федерации, от страны агрессора и страны террориста и дает нам шанс на обретение независимости от России. Кроме того, Европейский Союз еще отгласил о выделении дополнительной помощи 25 миллионов евро на разминирование, о чем тоже официально будет сообщено завтра во время саммита. Плюс там выделяется еще 2400 генераторов, будет предоставлено нашей стране от Европейского Союза. Вот такие военные, военно-политические новости в Украине и вокруг нас произошли за прошедшие сутки. На этом первую часть нашего видео мы закончим. Я, как обычно, сделаю по традиции паузу. У вас есть время подписаться на мой канал. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Чи есть такие, как збройный бартер? До приклада, Украина может будовать боевые литаки, но может разработать ракеты и ракетные комплексы. Чи можно с какой-то страной сделать бартер? Вид нас комплексы, а вид них литаки. Дело в том, что мировая практика такого не предусматривает. Обмен оружия на оружие не производится. Но я думаю, что это связано, скорее всего, это связано с экономикой. Дело в том, что никто не нарушает классическую формулу товар-деньги-товар. Поэтому то, что взаимные поставки, взаимные договоренности и обоюдовыгодные контракты, вот это называется обоюдовыгодный контракт. Когда две страны договариваются, что одна заказывает там самолеты, а другая страна у нее заказывает ракеты. Но это заключаются контракты, которые оплачиваются. И обоюдовыгодный контракт может, допустим, соблюдать баланс стоимости. Сумма контрактов примерно может быть одинаковая. Или это будет зависеть от политической конъюнктуры страны, ее военных потребностей для того, чтобы обеспечить вооруженные силы страны. Но бартерного мена, самолет на танк или ракету на самолет, нет. К сожалению, такого нет. А может быть даже к счастью, потому что мы с вами уже проходили эпоху бартера. Помните, начало 90-х, первая половина, когда все было в бартере, и инфляция у нас была гипертрофированная. У нас миллионами мы получали зарплату. Оставалось уже только до миллиарда, оставалось там еще совсем чуть-чуть. И только тогда, когда правительство Украины приняло решение запретить бартерный мен, а ввести, вернуть классику между товар-товар, поставить формулу деньги, товар-деньги-товар, вот тогда только у нас начала стабилизироваться экономика. И, кстати, мы сразу же тогда ввели в оборот гривну. Если помните, цена гривны начиналась за доллар, давали 1 гривну 87 копеек. Так что нельзя такое провести на сегодняшний день. Доброе здоровье. Такое питание. В ЗМИЗ явилась информация, что Дания передает нам все свои 19 САО «Цезар», на какие за размером делянцы фронту такая килькись артиллерии может быть чутно сработать резницю. Смотрите, артиллерию нельзя рассматривать как пехотное подразделение. Почему? Потому что артиллерия не ведет самостоятельно, не ведет боевых действий. Артиллерия – это средство огневой поддержки общевойсковых подразделений. 19 САО – это артиллерийский дивизион. Три батареи по 6 штук, но одна – 7 САО. Один артиллерийский дивизион, в принципе, рассчитан, но если брать классику боевого устава, то один артиллерийский дивизион придается одному батальону. Батальон с дивизионом – это уже батальонно-тактическая группа. Но дивизион может быть рассредоточен побатарейно и поддерживать, каждая батарея может поддерживать дивизион и давить огневые средства противника. Например, если стоит задача вести контрбатарейную борьбу, так вот для того, чтобы обеспечить нашей пехоте прикрытие от российской артиллерии, допустим, одной батареи вполне достаточно на батальон, чтобы она вела контрбатарейную борьбу с артиллерией противника. Поэтому так оценить нельзя, на каком участке фронта один артиллерийский дивизион изменит ситуацию в лучшую. Вот если бы они нам дали танковый батальон, батальон БМП, батальон, допустим, бронетранспортеров, да, мы с вами могли оценивать, на что он повлияет, что может батальон. Потому что общевойсковые подразделения, они непосредственно ведут боевые действия самостоятельно и непосредственно с противником. Артиллерия нет. Она поддерживает и обеспечивает огневую поддержку действий общевойсковых подразделений. Доброго дня. Что для нашей армии означает увеличение производства боеприпасов 152-мм и 120-мм, анонсованные Францией и Австралией? И коли мы нареште сможем выйти на паритетный ривень в артиллерии с оккупантами, с ворогом. Смотрите, это означает то, что у нас будет исчезать дефицит боеприпасов. Как бы мы не хорохорились, как бы мы не хотели, на сегодняшний день дефицит боеприпасов присутствует. Плюс количество артиллерии российской большее. Преимущество, ну если в среднем брать, то в 2-3 раза. Не в 10-15, как это было в начале войны. Но до сих пор оно сохраняется, перевес сохраняется на стороне российской оккупационной армии. Производ, поставки боеприпасов вот Франция и Австралия, если они своевременно, ну почему-то вы пишете 152-120 мм, я слышал, что 155 они хотят наладить и поставлять нам, я читал, про 155 мм боеприпасы, потому что снарядам надо выпускать несколько тысяч в сутки. Несколько. Для того, чтобы достигать паритета или обеспечивать потребности пехоты в огневой поддержке. Для нас это было бы... А выйти на паритетный уровень с российской артиллерией мы можем только тогда, когда наши партнеры поставят нам необходимое количество артиллерии. Ну вот допустим, давайте вспомним слова генерала Залужного, что он сказал, надо 300 танков, где-то 600-700 БМП и там 400-500 стволов артиллерии. Вот когда у нас будет не 300-350 стволов артиллерии, а 400-500 и более стволов артиллерии, вот тогда нам дадут, точнее, к той, которая есть у нас сегодня. Ну в среднем где-то по разным оценкам, так, прикидкой, артиллерия, у нас где-то порядка 800, наверное, стволов артиллерийских систем участвуют в боевых действиях, в активных боевых действиях. Где-то примерно так. Но это абсолютная прикидка, не привязанная ни к чему, это цифра, будем говорить так, из головы, из опыта. Вот. Поэтому и она, вы не забывайте, что эта артиллерия наполовину, даже до большей части своей, это советская артиллерия. Из того, что нам дают, она воюет, но она пока еще даже не перевешивает общее число. Поэтому это наше желание, я надеюсь, что мы его достигнем, ну хотя бы к середине этого года или к лету этого года мы можем его достигнуть. Если такими темпами или такими объемами будут давать военную помощь, ну вот как 2,8 миллиарда, сейчас мы ждем на 2,2 миллиарда, там тоже же будут артиллерийские системы. Поэтому будем надеяться, по-моему, 180 я насчитал артиллерийских систем, которые должны входить в пакет Рамштайн-8. Вот так потихонечку, медленно, но тем не менее мы пытаемся достигнуть паритета. Возможно, вы сможете рассказать, как может один, например, 50-килограммовый снаряд для гаубицы стоить более 100 тысяч долларов. Ведь на эти деньги можно купить тонны металла и взрывчатки. И из чего складывается цена снаряда? Что в них такого ценного? В них заложен очень большой объем работы. Это раз. И там заложены высокие технологии в плане обработки этих снарядов. Ну, во-первых, взрывчатку надо произвести. Это химическое производство, но довольно дорогое, сразу скажу. Вот, ну, чтобы для понимания, тонна пороха, если брать порох не синтетический, а натуральный, который делается на основе хлопка, так вот, тонна пороха это эшелон хлопка. Эшелон. Эшелон это 54 условных вагона. Вот с этого эшелона хлопка можно сделать всего-либо всего одну тонну пороха. Какова цена? Плюс применяется металл. Металл определенных свойств, который при взрыве он должен быть хрупким и крошиться. Чем лучше у него больше хрупкость, тем больше осколков возникает при взрыве этого снаряда. А снаружи он должен быть обработан и отцентрован. Точность обработки он должен соответствовать калибру. Калибр, видите, он же не 152, а 152,4 мм. 122,2 мм. Вот такой калибр. И снаряд идет по нарезам. Плюс снаряд должен быть отцентрован, во-первых, по весу, сбалансирован хвостовая и головная часть, и отцентрован по оси, чтобы не было биений в стволе. Он должен быть точного веса. Весовой знак это отклонение, по-моему, на одну десятую веса снаряда. Да, на одну сотую, по-моему, веса снаряда. Точно не помню. Это очень высокотехнологичное производство. Ну и взрыватель. Мы не забываем еще про такую вещь, как взрыватель. Кстати, поясок у него медный или железно-керамический. Ведущий поясок, который идет по нарезам и придается снаряду вращательное движение. И взрыватель это сложный механизм, который имеет детонатор в своем составе. И механизм приведения его к детонации. Это тоже довольно, это фактически там есть даже с часовым механизмом, есть с пороховой трубкой, есть разные типы взрывателей. И поэтому это все в совокупности. А еще добавляйте сюда заряд. Как правило, гильза латунная. Сколько стоит выплавить латунную, отлить латунную гильзу? Капсуль, пороха я уже вам рассказал. И добавьте сюда еще химию. Там есть размеднители в пороховом заряде, которые снимают окисление ствола от меди. Там есть специальные добавки, которые другие виды вредных веществ поглощают во время выстрела, чтобы не вызывать коррозию ствола и так далее и тому подобное. И все вместе, это совокупность, чтобы это все произвести, вот такая получается цена. Когда-то в Советском Союзе, мне в частности в артиллерийском училище, говорили преподаватели, что один выстрел в Советском Союзе стоил столько, сколько хромовые сапоги. Это если из ствольной артиллерии, из обычной пушки, галбицы точнее. Допустим, Д-30 или М-30. А если брать ПТУР, то ПТУР стоил столько, сколько Жигули. То есть по меркам Советского Союза, тогда вот такие были расценки. На сегодняшний день, с учетом инфляции и сроков, соответственно цена выросла. И технологии производства цена выросла. Там даже краска на снаряде идет специальная, которая стоит тоже не 3 копейки. Поэтому такие расценки. Почему нет обсуждения поставки штурмовиков А-10? Довольно старые, надежные, но говорят в основном об истребителях. Я объясню. Все очень просто. Дело в том, что на сегодняшний день мы говорим об универсальном самолете. Не просто об истребителе. Штурмовик это узконаправленный самолет с узкой специализацией. Кроме штурмовых действий, все. Плюс он дозвуковой. То есть он, хоть он и рабочая лошадка, но он на сегодняшний день отвечает только одной задаче. И выполнять может только одну задачу. Мы просим универсальную машину. Ф-16 это многоцелевой самолет, который выполняет, я уже рассказывал, три в одном. Он штурмовик, он бомбардировщик и он истребитель. Причем истребитель-перехватчик. То есть он может и с ракетами бороться. Вот именно поэтому речь идет именно об Ф-16 и поэтому речь идет о многоцелевом самолете. Вот так его будет даже правильнее назвать. Просто он изначально или первая его задача, первостепенная задача, первостепенная его задача это было введение воздушного боя. Ну а потом уже остальные задачи возникли в ходе его модернизации и эксплуатации. Следующее. Не вредят ли публичные обсуждения грядущих действий вооруженных сил Украины в ваших и других видео на ютубе? Слава Украине, привет из Праги. Нет, потому что у меня нет допуска к государственной тайне. Я не обладаю секретной информацией. И все наши с вами обсуждения и разговоры это не более чем разговоры и обсуждения. Это предположения, это, будем так сказать, варианты возможных событий. Но как будет действовать генеральный штаб этого, это знают только главком и офицеры генерального штаба, которые этим занимаются. Мы делаем свои выводы на основе того, что мы видим. Знаете, очень приведу, есть такой философский сад камней у японцев. Его когда-то придумали в Японии. Там площадка, на которой есть несколько групп камней, всего их 15. И есть площадка на высоте 1 метра над этим садом, такая же по размеру, как сам сад, он 5 на 10 метров. То есть, примерно размеры стандартного бассейна. Ты садишься на этой площадке, ты садишься и смотришь на этот сад камней. И какую бы ты позицию не занимал на смотровой площадке, ты никогда не увидишь 15 камней. Все 15 камней. Максимальное число камней, которое можно увидеть, это 14. И вот этот 15 камень, это и есть то, чего мы не знаем. А этот 15 камень может существенно повлиять на ход этих событий. То есть, есть всегда та часть информации, которую ты не знаешь. Но мы с вами, наверное, видим вообще там какой-то минимум камней вот в этом саду. А японские императоры верили в то, что, и вообще японцы верят в то, что с помощью медитации можно было подняться над этим садом камней и увидеть все 15. То есть, узнать весь объем информации для того, чтобы принять самое правильное, самое мудрое решение. Поэтому я думаю, что ничему это не вредит. Без обсуждения в обществе, без вот этих вероятных вариантов развития событий, без анализов ситуации, которая происходит, или прогнозов на ближайшую или среднесрочную перспективу, общество бы сошло с ума. Люди бы просто сходили с ума от психоза, от нервоза, от страха, от незнания и непонимания того, что происходит с нами и вокруг нас. Поэтому это необходимость, психологическая необходимость. И потребность, социальная потребность общества владеть информацией. Человек думает, если он владеет информацией, значит он в курсе всех дел. Он уверен как минимум в сегодняшнем и в завтрашнем дне. И знает, что действовать и как поступать. Но, поверьте, военные, которые находятся там в штабах и политическое руководство, они видят совсем другую картину. Они видят совсем другое расположение камней в саду. И принимают, соответственно, совсем другие решения. Когда-то совпадают с нашими отчаяниями и мыслями, когда-то не совпадают. Но, тем не менее. Интересный вопрос, даже немножко с юморком. А подскажите, что за тряпки привязывают к хвостовику минометных снарядов? Это порох. Это заряды. Мина идет, хвостовик мины, ну, вы видели, да? Так вот, там еще дырочки такие сделаны. И со стороны днища туда вкручен капсуль. И там есть минимальный заряд. Это первый заряд или основной заряд мины, который дает дальность полета, ну, километр от силы. А миномет стреляет на 7200 метров. На 7 с лишним километров. Так вот, чтобы мина полетела дальше, надо что сделать? Надо усилить заряд. Как усилиться заряд? Правильно. Увеличением количества пороха в камере сгорания во время выстрела. У мины нет гильзы, поэтому вот эта ее конусная форма, сужение к хвосту, это и есть камера сгорания порохового заряда, который выбрасывает мину. А для того, чтобы увеличить, в составе выстрела в ящике есть 6 зарядов, 5 пучков пороха. Они в виде колбаски. Ну, это старого образца пороха. Там хлопчатобумажная ткань белая, чем-то напоминает простынь. Только по качеству она, конечно, похуже и послабее. И они, тогда насыпан порох, они весовые. Очень точный вес этого пороха, там на нем написано, какой порох, партия, год, завод. И количество грамм в этом пучке. Он такой, как колбаска или как сосисочка. Неплотный, чтобы его можно было обернуть вокруг хвостовика мины. И завязан он ниткой шелковой. И эта нитка имеет 2 длинных хвостовика, там сантиметров по 10, которые привязываются к хвосту. И получается такое кольцо. В современных минометах уже идет прессованный порох, который выглядит в виде кольца, которое разрезано. И раздвигая вот этот разрез на колечке, ты одеваешь его на хвостовик мины. Сколько колец или сколько таких колбасок или тряпочек, как вы сказали, привязано на хвосте мины, такой и заряд. Чем больше заряд, тем дальше летит мина. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, вот уже второй раз заходит речь о турецких плавучих электростанциях. Вначале вроде бы их предполагалось разместить в порту Одессы. Вы еще вспоминали об леденении 70-х годов. Свет у нас 3 часа ночью и свет 3 часа днем. Вот такая вот ситуация в Одессе со светом. Довольно критическая. Смотрите, они нет. Я так понимаю, что Турция в целях безопасности не будет. Не будет их ставить в портах Одессы или возле Одессы. В Черноморке или в Южном, или где-то еще. Значит, эти две плавучих электростанции будут размещены. Одна будет размещена в портах Румынии. Вторая будет в портах Молдовы. И с помощью электросетей этих стран просто будет транзитироваться электроэнергия в Одесскую область. И дальше распределяться по существующим электросетям. И они дадут, насколько я понимаю, просто запас мощности для того, чтобы обеспечить большее количество потребителей. Ну а то, что свет 3 часа днем и 3 часа ночью, это дефицит мощностей. С увеличением мощностей либо будет увеличиваться время подачи электроэнергии, либо будет увеличиваться покрытие электроэнергии Одесской области. Но они не будут приходить. Уже есть уточнение, в порты Одессы они заходить не будут. В реалиях этой войны, получается, десант войска ВДВ отходят в прошлое. Прямого их использования нет, а если и есть, то это фиаско, гастомель. Какое будущее ВДВ? Ну еще надо вспомнить и Васильков, тоже фиаско. Нет, десант не уходит в прошлое. Десант будет проводиться. Кстати, сейчас рассматривается один из вариантов, рассматривается операции по возобновлению наступления и вторжению в Украину со стороны Белоруссии. Мы все понимаем, что это не сегодня и не завтра и не послезавтра. Это может быть в среднесрочной перспективе, если Россия начнет, допустим, формировать ударную группировку на территории Белоруссии. Нет, такого сейчас нет. Но, как вариант, можно рассматривать, допустим, выброску десанта со стороны Белоруссии с целью захвата плацдарма и прорыва нашей обороны на государственной границе Украины. Такой вариант наверняка рассматривается генеральным штабом. Возможен он? Ну, гипотетически или теоретически, да, теоретически он возможен. Практически на сегодняшний день нету сил и средств для такого десанта. Вспомните, мы рассматривали вопрос морского десанта в Одессе. Нет, я думаю, что воздушно-десантные войска найдут свою нишу в этой войне. Это первое. И второе, вы не забывайте, что наша война, она все-таки Россия, вот тут надо признать факт того, что Россия умудрилась вот этой массовостью применения тяжелой техники и количества применяемых войск, умудрилась навязать нам позиционную войну образца Второй мировой войны. И здесь, в этой позиционной войне, очень тяжело вести десантные операции, как морские, так и сухопутные. А вот в современной войне выброска десанта, захват объекта и удержание до подхода основных сил это вполне будет при ведении маневренного наступления или маневренной обороны, это будет вполне приемлемо. Так что никуда десант не денется. Скажите, у вооруженных сил Украины для связи для дронов и артиллерии есть система высокоскоростного интернета Starlink? А что подобного есть у расистов? И еще один вопрос. Дроны Шахет-136, которые мы сбиваем, остается боезаряд. Можно ли его как-то перенаправить к ним? Смотрите, у России нет альтернативы Starlink. И нет высокоскоростного спутникового интернета. Нет. У них есть система ГЛОНАСС, которую они используют в ракетах. И старшие командиры имеют спутниковую связь. Но старшие командиры где-то от полка и дивизии и выше. Полк, в батальонах я не слышал, чтобы наши бойцы говорили, что у них есть спутниковая связь. Они пользуются станциями, в основном, я так понимаю, китайского производства. Но она может быть и российского, Made in Russia написано. Но реально там начинка, скорее всего, китайская. И они считаются цифровыми. В этом плане у них пробои очень большие. В плане связи и ее устойчивости на поле боя. А говорить о высокоскоростном интернете нет. Они, кстати, даже сейчас в Луганской области, по требованию российского военного командования оккупационного, оператор отключил функцию мобильного интернета. То есть они даже здесь сами себя лишают возможности использовать мобильный интернет для связи. И хотя бы для передачи несекретных или открытых данных. Или можно кодировать как-то. Нет, они, наоборот, и население лишают, и сами не имеют. У них есть релейная связь, есть у них закрытая, засекреченная аппаратура связи, ЗАСовская. Они ее используют. Но спутниковой связи, такой типа Starlink, у них на сегодняшний день нет. Что касается боевых зарядов шахедов, то нет. Если шахед упал, сбитый, то, как правило, этот боевой заряд просто обезвреживается и уничтожается путем подрыва. Как правило, путем подрыва. Вот если дрон упал целым, мы захватили, и не имеет повреждений, то тогда есть шанс его перепрограммировать, взломать, перепрограммировать. У нас такой опыт есть. Мы над этим работаем. И тогда, да, можно его отправить обратно туда, откуда он прилетел, для того, чтобы он там осуществил так называемую Бавовну. Наше любимое выражение. Вот. В плане вот этих курений в неположенном месте в Российской Федерации. Так что, вполне возможно, если он был захвачен целым. Вот так. Олег Владимирович, а работа нашей авиации по переднему краю с кабрированием реально эффективная? По вашему мнению, не кажется ли вам, что это чисто моральная поддержка пехоты на нуле, в окопе? Я не военный, но я не представляю, как стреляя в небеса, вверх, можно куда-то, в принципе, попасть. Это даже хуже, чем стрельба на танке с закрытых огневых позиций. Вы не правы ни в первом, ни во втором случае. Смотрите. Да, стрельба с кабрированием, она менее точная, чем, допустим, стрельба... Я напомню, что такое кабрирование. Это когда штурмовики, особенно вертолеты огневой поддержки, не долетая до переднего края, чтобы не подвергать себя опасности быть сбитыми, Они задирают нос кверху и выпускают нурсы по позициям противника. И сразу же отваливают, улетают обратно с линии огня. И вот так вот, стреляя под углом вверх, снаряды ложатся на позиции противника. Для того, чтобы попасть, нужен опыт. Вот опыт, сын ошибок трудных, да, он дает возможность летчикам в нужный момент поднятия носовой части машины нажать на спусковую, на гашетку для того, чтобы выстрелить эти нурсы. Да, точность довольно низкая, согласен. Но, в принципе, боевой опыт. Я вам скажу так, что в 2014 году, когда велись активные боевые действия, по-моему, в районе Песок, Пески, населенного пункта, я слышал историю о том, что наши бойцы научились стрелять с РПГ-7 по навесной траектории. И точность была довольно приличная. Попадали туда, куда надо попасть. Это примерно как ведение огня с миномета. Методом визуальной пристрелки. То есть, вижу, где разрыв и корректирую огонь. Вот примерно так. Поэтому, я думаю, что... Но у нас нет выхода. Россияне то же самое делают. Вот эти оккупанты, враг делают все то же самое. Потому что, а он еще и... У них опыта у летчиков нет. И, видимо, они заставляют своих летчиков не применять метод кабрирования, а идти на наши позиции. И поэтому у них такие потери в авиации. У них нет потерь в авиации только тогда, когда их авиация не применяется. Тогда у них нет потерь. То есть, нету авиационных ударов, нету авиационных потерь. У наших, наоборот, я так понимаю, опыт летчиков позволяет применять вот этот метод кабрирования для нанесения огневых ударов. Что касается танков с закрытых огневых позиций, то скажу так, что наши танкисты еще дадут фору некоторым артиллеристам. Очень хорошо работают наши танки с закрытых огневых позиций. И они, кстати, помогают пехоте, когда не хватает артиллерии для того, чтобы поддержать огнем нашу пехоту. Да, я скажу так, что это, конечно, удовольствие не из дешевых, потому что стволы танков не такие уж и сильно выносливые. У них очень маленький запас на стрела. И потом надо менять ствол. Но, тем не менее, наши танкисты прекрасно выполняют задачи с закрытых огневых позиций. Витания с Канады. Дякую мы за новыны. Проверим, отвечаете ли вы. Очень странно. Чем же вы проверяете? Вопрос. Сравнить два истребителя F-15 и F-16. Что лучше всего для украинских ВВС? Воздушных сил у нас, не военные. Просто по ветренней силы. Смотрите, тут дело в том, что, я бы сказал так, не совсем корректное сравнивание. Почему? Потому что, что такое F-15? F-15 это классический истребитель. Но только истребитель. Больше ничего. Он создавался исключительно для воздушного боя. Это машина, два двигателя у него, очень маневренная, высокоскоростная и предназначена исключительно для ведения воздушного боя. Я бы сказал так, что F-15 на сегодняшний день, ну, наверное, у него, это самое, имя Орел. И я бы сказал, что он, наверное, на сегодняшний день лучший. Из числа именно истребителей. Которые есть на сегодняшний день. И он исключительно предназначен для ведения воздушного боя. Из таких, а вот, из таких характеристик, кстати, F-15, когда они были созданы, и они сталкивались с нашими, ну, говорю, с нашими, с советскими самолетами МИГ. И я вам скажу, что они превосходят его по тактико-техническим характеристикам, по боевым качествам. Они его превосходят. И даже очень. МИГи страдали от, и, честно говоря, боялись встречи с именно F-15. То есть, F-15 это чистый истребитель. У которого довольно большой радиус действия, боевого, точнее, применения. И который для других задач не предназначен. Он не может выполнять. Что такое F-16? F-16 это универсальная платформа, которую надо было сделать, во-первых, он легкий, он довольно быстрый. И он такой, знаете, я бы сказал, как, ну, нужен был самолет универсальный для выполнения нескольких видов задач. Быстрый и маневренный. Легкий, быстрый и маневренный. Вот тогда был сделан F-16. В чем многозадачность F-16? В том, что он может выполнять роль истребителя, перехватчика, бомбардировщика и штурмовика. Вот это главное отличие, чем отличается F-15 от F-16. У F-16 один двигатель, в отличие от F-15, у того два двигателя. Кстати, один и тот же там применяется. Но у него тяговое усилие просто... Да, он медленнее разгоняется, у него меньше скоростные характеристики, маневренные характеристики в плане боевого разворота, набора высоты, набора скорости. Он значительно уступает, допустим, он даже по основным параметрам уступает МИГу-29. Но, тем не менее, по основным боевым качествам он превосходит 29-й МИГ. Ну, а с F-15 его я бы не стал сравнивать, именно потому, что F-16 делался для таких, я бы сказал, универсальных задач. Когда нужен быстрый, небольшой, маневренный самолет, который выполнит любую задачу, которая возникнет на данный момент по огневой поддержке сухопутных войск. Или, допустим, проведет воздушный бой, если надо отбить атаку тех же штурмовиков противника или бомбардировщиков противника, который прикрывается всегда, как правило, истребителями. Или перехватить, работать в спарринге с противоракетными системами для перехвата ракет, в том числе и баллистических ракет. А F-15 это классика. Когда у вас нужен воздушный бой, вы вызываете F-15 и они вступают в бой с самолетами противника. Либо с такими же истребителями, либо с другими штурмовиками или бомбардировщиками. В этом коренное различие этих двух машин. Следующее У меня к вам такой вопрос. Известно ли вам что-либо о наших ПВК Кольчуга? Помнится, в 90-х нулевых говорили, что она не имеет аналогов и гремела на весь мир. Сейчас ни у нас не слышно, ни у наших союзников. Благодарю за ответ. Есть Кольчуги. Дело в том, что, смотрите, Кольчуга это станция пассивной радиолокационной разведки, радиотехнической разведки. И она может смотреть в небо в разных диапазонах, но при этом она ничего не излучает. Поэтому ее засечь практически невозможно. На сегодняшний день точных данных, сколько комплексов Кольчуга есть в составе Вооруженных сил Украины, в открытом доступе, к сожалению, нет. Но из того, что есть в составе Вооруженных сил Украины, все эти системы задействованы в единой системе противоракетной обороны нашей страны. Дальность обнаружения по высоте у нее там более 25 километров, по дальности может обнаруживать цели до 800 километров. И уникальность системы состоит в том, что она, наверное, на постсоветском пространстве единственная, в мире точно не скажу навскидку, но тоже, наверное, немногочисленные радиолокационные станции, которые имеют возможность классификации цели. То есть она не просто засекает цель, излучение цели, но еще и она по характеру излучений может дать варианты этой цели. Что это? Истребитель, что это? Бомбардировщик, транспортный самолет или какой-то другой самолет, или ракета, крылатая или баллистическая. Вот в этом плане классификация цели, в этом ее уникальность. И в том, что ее невозможно засечь, она работает в пассивном режиме, то есть ничего не излучает. Она смотрит небо, она внимательно смотрит и ловит любые сигналы в разных диапазонах, на дальности до 800 километров. Так что они все, те, которые есть, они задействованы в системе противовоздушной обороны страны. Доброго дня. Пытания. С летакив F-16 можно сбывать баллистичные ракеты Х-22? Дякую за ответ. Да, действительно, да, можно. Смотрите, вот, кстати, я говорил, два вопроса перед этим, рассказывал там в сравнении F-15 и F-16. F-16 может выполнять функцию самолета-перехватчика. За счет малого веса и малых размеров он в состоянии участвовать и в своих характеристиках бортового локатора, радиолокационной станции бортовой, он может обнаруживать и может идти на перехват целей, в том числе и ракет. Если он работает в качестве истребителя-перехватчика в составе противоракетной или противовоздушной обороны страны. Поэтому, да, вполне может. Как засекать, так и... Но при этом его должна, допустим, ориентировать на точку встречи, его должна вести радиолокационная станция, которая передает самолету курс и скорость, курс эшелон и скорость ракеты и он идет на перехват. Если он успевает, он ее перехватывает, то есть он ее сбивает. Так что, да, вполне может быть. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть этого видео будем заканчивать, именно вопросную часть. И у нас остается третья часть, это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий прозвучит следующим образом. По информации знакомых, не буду говорить откуда, наверное тайна. В Украине есть военные аэродромы под землей. Правда ли это? Можно ли их использовать для F-16? И по танкам комментарии. Первое, абрамсы бывают цвет и цвета хаки, как это только светлая расцветка. И второе, танки придут прямо с завода и они там и в розовый, и в серо-буро-малиновый в крапинку могут покрасить. Но это точно, что машины идут с завода и да, действительно, цвет машины определяется цветом театра военных действий, на котором он будет применяться. То, что применялось, допустим, в Африке и на Ближнем Востоке, оно в основном имеет действительно песочный окрас. А если, или оттенки, а если это европейский театр военных действий, то, конечно, машины могут прийти в зеленом, в камуфляже на основе зеленого цвета. Что касается аэродромов под землей, и можно ли их использовать. Но я не слышал такой информации, что у нас есть аэродромы под землей. У нас есть ангары под землей. Да, это есть. Ну, об этом, как бы, многие говорят и уже пишут. И это все известно. Это все наследие Советского Союза. Поэтому не надо сразу кидать в меня камни, что военные тайны. Нет, в Российской Федерации мы были в одном государстве, и Министерство обороны Советского Союза, оно было единое. И, кстати, по заказу этого министерства строились эти ангары, эти аэродромы на территории, в том числе и на территории Украины. И все прекрасно все знали. И знают сейчас, где эти координаты, где они находятся. Единственное, что они не знают, что мы эксплуатируем, что не эксплуатируем, в этом плане. Но это и мы с вами не знаем. Потому как это военная тайна. Но, тем не менее, да, аэродромов я не слышал, чтобы были такие. А вот подземные ангары для хранения боеприпасов и в том числе самолетов, да, действительно есть. И я думаю, что вполне вероятно, что они могут быть использованы для обеспечения безопасности самолетов, таких как F-16, если таковые нам будут передаваться нашими партнерами. Следующий. Дякую Франции и всем нашим партнерам. Ну, вот такая для Франции. Смотрю вас из Казахстана. Очень сильно переживаю за народ Украины. Надеюсь на вашу победу над Россией. Вам нужна боевая техника, боеприпасы и оружие, чтобы ускорить день победы. Ну, мы называем перемогой. Ну, спасибо большое Казахстану за такие добрые слова. Ну, а насчет техники 100%. У меня уточнение по Черниговской области. Обстрелы проводятся ежедневно. А в прошедшие сутки орки убили четырех мирных людей и одного ранили. Он в больнице. Снаряд миномета попал прямо в погреб, где семья пряталась. Это произошло в селе Елена. Информация точная. Мои родители живут в 30 километрах от границы. Есть знакомые в приграничных селах. Люди живут в страхе уже 11 месяцев. Да, я понимаю, что ситуация самая неблагоприятная. И что, да, действительно, такие трагические случаи, как попадание в погребе. Казалось бы, место, где можно укрыться. Видите, что такое миномет? Мина падает сверху вниз и попадает в окоп, попадает в погреб. И, к сожалению, гибнут люди. Но обстрелы, да, обстрелы продолжаются. Мы, к сожалению, отвечать не можем. И нам хотелось бы видеть всех коррупционеров за решеткой, с конфискацией имущества. Жаль, вы не написали, где вам, в какой стране. Потому как канал интернациональный и пишутся в многих странах мира. Было бы интересно. Мечтаю, чтобы все уголовные дела довели до конца. И все получили по заслугам. Чтобы коррупционеров посадили, а не так, как в спортивной рыбалке. Поймали, показали, отпустили и так по кругу. Я тоже на это очень надеюсь. Наше все общество на это надеется. Вся страна, затаив дыхание, смотрит за результатами вот этих действий правоохранительных органов в плане борьбы с коррупцией. Кулемет МГ во время войны, Второй мировой войны, называли швейная машинка фюрера. Самый лучший кулемет шестиствольный. Прочитаю в точной транскрипции, как вы написали. Шерстиствольный. Самый лучший кулемет шерстиствольный. Ну, что вы имели в виду, я думаю, шестиствольный самый лучший. Система типа пулемета системы Vulcan. Есть пяти, шести и семи ствольные такие пулеметы. Там скорострельность, конечно же, сумасшедшая. Он режет, как ножовка. Режет препятствия, те, которые может пробивать. Очень мощная машина. Ну, что ж, вот на этой оптимистической ноте мы будем сегодня заканчивать видео. Я благодарю вас за ваше внимание и за ваше время, что вы уделили, досмотрев до этого момента. Еще раз приглашаю, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Вы будете всегда в курсе тех новостей и тех событий, которые у меня на канале освещаются. Ну, а также поставьте лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну, и отдельные слова благодарности спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну, а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине. Перемога за нами.